МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Профилактика – лучшее лечение. Дагестанцы получили возможность пройти бесплатную диагностику онкологии в рамках акции «Ко всемирному дню борьбы с раком». В целях укрепления международного сотрудничества в Дагестан прибыла делегация из королевства Брунель. Девять нелегальных мигрантов задержаны в Семендере. Во время проверки по базам учета иностранных граждан выяснилось, что все они находятся в нашей стране незаконно. Задержанные являются выходцами из Вьетнама. Нарушители выплатят штрафы от 2 до 5 тысяч рублей. На данный момент все нелегалы доставлены в Центр временного содержания. Вскоре они будут депортированы из страны. До конца 2022 года собираются отремонтировать основную магистраль столицы Дагестана – проспекты Мама-Шамиля. Протяженность самой главной транспортной артерии города – 6,5 километров. В рамках реконструкции запланированы работы по замене инженерных сетей, асфальтового покрытия и капитальному ремонту дорожного полотна с возможным его расширением. Также предусматривается создание разделительной полосы и зеленых зон. Кроме этого, будет полностью заменено дорожное освещение. В Дагестане возобновят работы на 27 долгостроях. Об этом заявил глава республики на стратегической сессии в Счетной палате России. Он также отметил, что в минувшем году удалось возобновить строительство 82 объектов. По мнению главы региона, проблема долгостроев актуальна для всей России. Поменять ситуацию можно, если отвечать не только за темпы, но и за конечные результаты. Отметим, ранее Счетная палата России выявила в Дагестане 387 долгостроев, возведение которых прекратилось без процедуры консервации. Если вы колеблитесь с приобретением квартиры, поторопитесь. В ближайшие два года цены на жилье в стране вырастут на 25%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Совет Федерации. Дагестанский рынок жилья уже в тренде. Квартиры заметно подорожали с начала года. Эксперты связывают данную ситуацию с ужесточением требований к застройщикам. Это приводит к тому, что большинство средних и мелких компаний вынуждены уходить с рынка. Специалисты уверены, что крупнейшие компании обязательно поднимут цены, когда поймут, что остались на рынке одни. Резкий рост стоимости следует ждать не позже лета 2021 года. Ковстемирному дню борьбы с раком дагестанские врачи провели день открытых дверей на базе перинатального центра в Махачкале. Все желающие без направлений и каких-либо других документов смогли пройти бесплатную диагностику онкологических заболеваний и получить консультацию специалистов. Алина Багилова расскажет подробности. Предупрежден, значит вооружен. Количество жертв страшной болезни возрастает с каждым годом. Главная цель акции дагестанских медиков – заставить людей задуматься, что ради здорового будущего действовать нужно уже сейчас. Диагноз не приговор, но чем раньше определить коварную болезнь, тем больше шансов на выздоровление. Акция «Розовая лента», направленная на борьбу с раком молочной железы, проводилась в Минздравом республике ежегодно. А в этом году в рамках акции можно было пройти диагностику и других органов. Сегодня у нас в рамках акции против борьбы с онкологическими заболеваниями возможно пройти диагностическое консультативное обследование, где женщины могут пройти кульпоскопию, узи органов малого таза, маммографию, консультацию гинеколога, также консультацию маммолога. В акции могли участвовать все желающие, те, кто имеет отношение к заболеванию, и те, кто хочет помочь другим людям в борьбе с раком. В прошлом году у меня было такое положение, что было состояние предраковое. Об этой акции, об этом проведении это очень даже хорошо. Вот своевременно есть обратиться, смотреть, следить за своим здоровьем, можно всего предотвратить. В медицинском центре установлены стенды с информацией о болезнях онкологического характера. Здесь бесплатно консультируют врачи-мамологи и гинекологи. Уменьшить пугающие статистические цифры можно. Главное – вовремя уделить внимание своему здоровью и не бояться пойти на прием к врачу. В тот период, когда еще можно на первых этапах, на начальных стадиях заболевания, возможно, женщину спасти, оставить ей качество жизни. Не просто дать ей жизнь, а именно сохранить качество жизни. В Дагестан прибыла делегация из Королевства Бруней, ректор Исламского университета имени Султана Шарифа Али и его заместитель. Они посетили муфтия республики шейха Ахмада Фанди. Участники встречи обговорили перспективы взаимодействия в различных сферах. Основная цель визита гостей в нашу республику – это подписание договоров о сотрудничестве между Исламским университетом Королевства Бруней и несколькими образовательными учреждениями подведомственными муфтият республики. В завершение встречи гости презентовали шейху памятный подарок. Посетила делегация Министерства по национальной политике республики. Стороны поговорили об укреплении взаимодействия двух стран в рамках работы региональных и международных организаций. После делегация отправилась на экскурсию в Дагестанский Исламский университет, где встретилась с руководством и профессорско-преподавательским составом вуза. Стоит отметить, что встреча со студентами вуза прошла на арабском языке. Строительство мусора сортировочного завода в селе Мерсо Ботлихского района завершится в ближайшее время. Там накануне побывал глава Минприроды республики Набилла Карачаев. Делегация Минприроды осмотрела места размещения очистных сооружений и мусора сортировочного завода. Необходимые наладочные работы уже проведены. Экологи уверены, что запуск комплекса заметно улучшит санитарно-экологическое состояние в селе. Кроме того, в Ботлихе уже завершен монтаж мусора сортировочного завода мощностью до 30 тысяч тонн в год. Его ввод запланирован на март текущего года. Всего в Дагестане в этом году планируется строительство еще пяти таких комплексов. В Дагестане будут выращивать кабачки и цветную капусту. По словам заместителя председателя правительства Абду Муслима Абду Муслимова, несмотря на благоприятные почвенно-климатические условия для выращивания любых культур, дагестанские фермеры не сеют люцерну, не выращивают маслячные культуры, рапс и кабачки, и только единицы сажают цветную капусту. Вице-премьер отметил, что есть инвесторы, заинтересованные закупать кабачки. Именно у дагестанского производителя. Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий от Патима Тханаповой. Ученым удалось добыть электроэнергию из дождя. Исследователи из Гонконга создали генератор, который может добывать электроэнергию из дождевой воды. Одной каплей можно зажечь 100 маленьких светодиодных лампочек. Впрочем, пока специалисты смогли добиться лишь краткосрочного результата. Теперь ученые будут работать над тем, чтобы изобретение можно было применять повсеместно. Так что в будущем дождь может стать источником регулярной энергии. Дельбент назвали самым недооцененным городом в стране. Путешественники определили регионы, которые не освоены туристами, несмотря на большой потенциал. Опрос проводил турсервис Авиаселс. Специалисты компании провели исследование среди 11 тысяч пользователей соцсетей. За Дельбент проголосовали 23% опрошенных. Джеки Чан пообещал 14 тысяч долларов создателю лекарства от коронавируса. Актер выразил надежду, что вакцину удастся создать как можно быстрее. По его мнению, наука сможет победить новый вирус. Джеки Чан признался, что не хочет видеть, как некогда оживленные улицы сейчас пустуют. Как его соотечественники борются с вирусом до смерти, в то время, когда они должны наслаждаться жизнью. Названы самые популярные имена в Дагестане. По информации Махачкалинского ЗАГСа, мальчиков в 2019 году чаще всего называли Мухаммад, Абубакр и Рамазан. А девочек Айша, Фатима, Хадиджа, Амина и София. Хоть и реже, но некоторые родители дают малышам и необычные имена. Среди редких Хавуля, Таова, Маслина, Ая и Агузбар. Успешный турецкий бренд теперь в Махачкале. На торжественное открытие магазина прилетели и представители турецкого бренда «Килы». И не только они. Мероприятие посетили гости из мира спорта, политики и многие другие. Наши коллеги расскажут подробнее. Торжественное открытие фирменного магазина прошло с перерезанием красной ленты вместе с почетными гостями. «Килы» – один из самых успешных брендов мужской одежды в Турции, который прочно закрепился на рынке с 1938 года. Бренд «Килы» основан в 1938 году. Мы крупная компания в Турции. Первые производители тканей и готовые одежды. Первый магазин в России. Открывается в городе Махачкала. Нам очень приятно. Мы очень приятно. Мы очень приятно, что приехали в Махачкалу. Мне очень понравился город. Считают, что наша марка очень подойдет вашим мужчинам. Она консервативная. И думают, что будет успешная марка «Килы» в вашей республике Дагестан. Один известный модельер сказал, что то, что вы носите, означает, как вы презентуете себя миру. Особенно сейчас. Турецкие бренды используют для своих коллекций только качественные ткани. Причем ткани на костюмы разной фактуры по сезону. Для осени тонкой фактуры, для зимы более плотной. Возрастная аудитория «Килы» – это как молодые парни, так и успешные мужчины, уверенные в себе. В этом фирменном магазине есть свой индивидуальный стиль. От спортивного до официального. Рубашки, костюмы, верхняя одежда, обувь, аксессуары и даже парфюм. Я знаю, что у нас всегда любили и умели одеваться достойно, красиво, модно. И весь ассортимент товара, который есть, отвечает всем этим требованиям. Ну, конечно, очень приятно, что у нас в городе открылся такой прекрасный магазин. Будем уже знать качественный, хороший продукт, где одеваться хорошо. Когда хочется максимальной свободы движений, в то же время сохранение стиля – идеальное решение магазин «Килы». Креативность в каждом исполнении. Турки знают толк в моде, в особенности, когда эту марку предпочитают известные турецкие актеры, как Актай Кайнарджа. Мне очень понравился ассортимент, особенно в преддверии 23 февраля. В магазине представлен огромный ассортимент как деловой одежды, так и casual стиль, ну, повседневной, спортивной одежды. Мне кажется, очень большой выбор подарков. «Килы» – одежда, которую хочется носить всегда. Алина Багела, Нормагомед Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». Более 40 медалей высшей пробы завоевали дагестанские бойцы на чемпионате и первенстве России по смешанным боевым искусствам «Ориентал ММА». Турнир завершился накануне в Москве. Поединки проходили в пяти различных версиях этого вида спорта. Отношения в ринге и на татами выясняли атлеты всех возрастных категорий. Помимо кубков и медалей, спортсмены оспаривали путевки на чемпионат мира, который пройдет в апреле в Италии. В общей сложности в копилке сборной Дагестана оказалось более 70 медалей разного достоинства. Наша команда стала лучшей в общем зачете, заметно опередив бойцов из Ставропольского края и Удмуртии. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова